Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слышали Евангелие о том, как ученики, переправляясь на другой берег Генисарецкого озера, и начался шторм на этом озере, и ученики очень сильно испугались, что они утонут на лодке, но увидели Господа, идущего по волнам, и поначалу они подумали, что это призрак, и апостол Петр воззвал ко Господу, говоря, что, Господи, если это Ты, то повели мне прийти к Тебе по воде. Господь сказал, иди, и Петр пошел по воде, как по суху, но поднялся еще больше ветер, и Петр испугался, и тут же начал тонуть. И тогда воззвал ко Господу о помощи, и Господь протянул ему руку и помог подойти и сесть в лодку. О чем это Евангелие? Конечно, прежде всего, первое, что мы видим, первое, что бросается в глаза, это чудо, что Господь повелевает стихии, что Господь повелевает Петру, и тот идет по воде, то есть чудо, которое не может никто из людей воспроизвести. И, конечно, это говорит о том, что перед нами Господь Бог, Творец всего видимого и невидимого мира, Творец тех законов, по которым этот мир живет, и поэтому там, где Господь повелевает, может нарушиться естественный ход вещей, измениться любой закон природы. Это первое, что мы видим, и это, конечно, доказывает то, что Господь есть Бог. Второе, что мы видим, когда Петр просит повелеть ему идти по водам, то, с одной стороны, он как бы удостоверяется, что перед ним не призрак, а сам Иисус. И поскольку ученики были свидетелями ни одного, а многих чудес, которые Господь совершал, они шли всегда вслед за ним и видели постоянно совершающиеся чудеса, то Петр решил таким образом проверить, кто перед ним, призрак или сам Господь Иисус Христос. Когда он пошел по водам, он понял, что это перед ним сам Господь никакой не призрак. Но здесь еще один момент есть, который не сразу понятен. Когда Петр таким образом решает проверить, кто перед ним находится, то он именно выбирает вот этот момент сверхъестественного чуда, чудеса. Но это чудо уже совершалось в истории Ветхозаветной Церкви не единожды, когда народ Божий прошел по Черному море, которое раступилось перед ними и обнажилось дно. И при переходе через Иордан, Иордан тоже остановил свое течение. И поэтому он как бы просит явить свое мессианство, что действительно перед ним находится второй Моисей, новый Моисей, который творил чудеса великие силой Божией. И третье, что мы видим, очень важное для нас, для нашего понимания, это то, что перед нами не только Господь, истинный Бог, но и истинный человек. Потому что по воде идет человек, Бог, ставший человеком во всем подобным нам. Испытывающий жажду, зной, холод, боль. Но этот человек идет по воде. И это говорит еще о том, это очень важно для нас, что Бог человека сотворил таким. Бог сотворил человека совершенным, неподверженным тлению, неподверженным страсти, страданиям, сотворил человека как венец всего своего создания и покорил под ноги человека все свое видимое и по другим даже истолкованиям, даже и невидимое творение. То есть человек, первый Адам, который еще не пал, не согрешил, не отпал от Бога, это очень важно понимать. Не отпавший от Бога Адам не испытывал того, чего испытываем мы. Ни старения, ни смерти, ни боли. И никакие силы природы не могли повредить ему. Он был над всеми. И когда мы видим в житиях святых какие-то чудеса удивительные, что один святой плыл на камне по реке, или пророк Илья положил плащ и перешел через Иордан, ударил плащом по реке и пошел, что Мария Египетская, когда молилась, поднималась от земли в воздух, это все не сказки. Это все проявление того первозданного, изначально созданного Богом, естества человеческого. И когда мы слышим, что Господь идет по водам, мы должны понимать, что Господь есть новый Адам. Он есть новый Адам, тот самый, изначально созданный, совершенным. И поэтому для Него не является проблемой идти по водам, проходить через затворенные двери. Господь только лишь по причине Своего волеизъявления, Он принимает страдания и боли, все остальное. Потому что Он воспринимает все наше естество, чтобы соединить нас с собой. Вот это очень важно нам понимать, что человек, которому возвращается Бог в полной мере, в той мере, в которой Господь задумал быть человеком, он становится иным, и не только внутренне, внутри, в глубине души или сердца своего, но и внешне. Именно поэтому мы имеем массу нетленных мощей святых угодников Божиих. Они не тлеют не потому, что это какое-то чудо, фокус произошел, и вот теперь мы можем посмотреть этот фокус вживую. Они не тлеют потому, что они навсегда соединились с Богом. Они вернули в свою жизнь Бога, и поэтому и творили чудеса. Они себя всех предали на служение Богу, отдали без остатка. И поэтому вот то, что мы видим, чудеса у святых, и их нетленные мощи, это доказательство того, что Бог существует. И когда человек возвращает себе Бога, то он становится вот таким совершенным. Звери не боятся, подходят, и человек не боится зверей. Мы очень много знаем святых и Герасима Иорданского, и того же Серафима нашего Саровского, которого есть икона, где он кормит с руки медведя. Потому что все меняется. Меняется весь мир вокруг святого, который вернул себе Бог. Самое главное сокровище, которое нами потеряно и утрачено, вернул, и все изменяется. И поэтому не случайно преподобный Серафим говорит, «Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи». А спастись это и есть вернуть себе Бога. Вернуть в храм, созданный Богом. Вернуть во святая святых то, что там должно быть. Вернуть Господа. И тогда все изменяется. И тогда все обретает смысл. Но еще один момент есть в этом евангельском повествовании, тоже очень важный для нас. Это то, что Петр идет по воде, потому что он вверяет себя в руки Божьи. Вот когда мы говорим о вере или неверии, мы в первую очередь думаем о какой-то теоретической вере. Есть ли Бог или нет Бога. Но само слово «вера», оно греческое, допустим, слово «пистос», оно означает не «вера» теоретическая, а «верность». И это очень важно. У нас литургия совершается, которая называется «Литургия верных». Мало просто веровать, как говорит апостол Иаков. И бесы, говорит он, веруют и трепещут. Но важно вверять себя Богу, вверять свою душу и свое тело, и всю свою жизнь, вверять в руки Божьи. Мы читаем молитву вечернюю. «В руце Твоей, Господи, предаю Дух мой». Вот это и есть то самое упование на Бога, всецелое упование, что мы в Нем только живем, и Он есть наша жизнь. Это нам важно знать и помнить, и так жить, и не забывать об этом. потому что, как только мы об этом забываем, как только мы хотя бы на минуту удаляемся от Бога, мы начинаем погибать, мы начинаем тонуть в пучине житейского моря. Но стоит нам протянуть руку и воззвать Господу, Он рядом всегда, Он всегда протягивает руку свою и не дает нам утонуть в этой пучине наших страстей, в пучине того, что нас силится поглотить живьем. Поэтому это Евангелие сегодняшнее очень важно для нас, чтобы мы помнили о том, что Господь всегда рядом, и все житейские бурьи, которые вокруг нас могут бушевать, да, они способны нас потопить, они способны поглотить не только душу, но и тело, но мы всегда должны знать и помнить, если мы вверяем если мы вверяем свою жизнь в руки Христа, то Он не даст, не даст нам погибнуть и утонуть. Слава Тебе, Господи, Господу нашему, что не даешь нам погибнуть в наших грехах, не даешь угаснуть свету Твоей любви и быть поглощенному мраком.